Лето – пора отдыха и интересных впечатлений. Для детей это особенное время и проводить его нужно по-особенному. С друзьями, познавать что-то новое, посещать интересные места. Именно таким местом является один из столичных парков – Анхор Локомотив Акционерного общества Узбекистон-Темр-Йоллера. Ко дню работников печати и СМИ здесь организовали квест для журналистов. Вместе со своими детьми они прокатились на аттракционах и приняли участие в различных конкурсах, которых здесь немало в дни летних каникул. Парк был открыт в начале августа прошлого года, однако уже полюбился жителям и гостям Ташкента. А к старту первого летнего сезона здесь заработали еще 13 новых аттракционов. Все подробности в репортаже моей коллеги Александры Желиховской. К предстоящему квесту для журналистов администрация парка отнеслась более чем ответственно. В частности, был организован брифинг, где им подробно рассказали о парке, его аттракционах и о том, какие культурные мероприятия здесь проводятся. А их, к слову, немало. Для малышей у нас каждую неделю на фонтане проходит шоу аниматоров. Каждые выходные на сцене амфитеатра у нас проходят концерты, выступления с участием детских танцевальных коллективов города Ташкента, а также вокалистов детей. Преимущественно мы стараемся привлекать детей. У нас проходят различные турниры на территории парка. У нас проходил турнир по скалолазанию. Мы его попробовали первый раз провести. Народу было много. Журналисты могли задать вопросы. В частности, они касались того, что в парке мало деревьев, не хватает тени. А с учетом жаркого ташкентского лета это действительно является проблемой. Но парку нет еще и года. И, как отметила Алла Хаджаева, здесь посажено около 300 деревьев, которые со временем исправят ситуацию. Что касается самого парка, то он располагается на территории площадью 8 гектаров. И здесь есть на что посмотреть, чему удивиться и на чем прокатиться. С учетом новых 13 аттракционов, теперь их в парке 35. Используются новейшие IT-технологии. Каждый, независимо от возраста, найдет здесь что-то свое. Парку Анхор Локомотив нет еще и года. Однако за это время он уже успел полюбиться как жителям, так и гостям столицы, как взрослым, так и маленьким. В числе полюбившихся аттракционов, особенно детям. Ретро-карета. А тебе нравится этот аттракцион? Да, нравится. Кроме ретро-карет, для маленьких посетителей предусмотрены различные карусели. А к услугам самых любознательных из них готов автопоезд. Не забыли и о взрослых, которым обязательно стоит посетить местный небоскреб. А этот аттракцион, пожалуй, для самых смелых. И называется он «Небоскреб». И летим мы на очень приличной высоте. Вам страшно? Страшно, но весело. Нравится скорость? Тогда вам сюда, в картинг-центр, с самой длинной закрытой гоночной трассой среди стран СНГ. И это место тоже, пожалуй, для смелых. Перед заездом вам объяснят правила и проведут инструктаж. Здесь же на втором этаже расположились центр игровых автоматов и интерактивных игр, а также детские площадки. 3D, 4D, 5D, 6D, 7D технологии поклонникам виртуальной реальности тут точно понравится. Кроме того, юные посетители смогут погонять на мотоциклах. Все как по-настоящему. Желающим испытать свои силы упорствует целеустремленность в веревочный городок и на скалодром. Кстати, последнее, хорошее место для борьбы со страхом высоты. Проверили на себе. Помогает. А это вортекс. Очень необычный аттракцион для тех, кто не боится бросить вызов законам физики. Он представляет собой тоннель. Оказавшись внутри, он начинает вращаться, но вы остаетесь на месте. Настоящее испытание для вестибулярного аппарата. Теряете ориентацию в пространстве, переворачиваетесь, земля уходит из-под ног. Это вортекс. Именно так он работает. А это идеальное место для непосед. Оно расположено сразу за веревочным городком и скалодромом. Многие до него просто не доходят. А ведь именно здесь все то, что так любят малыши. В том числе водные аттракционы. Хорошей традицией становится проводить в парке развивающие мероприятия для детей и подростков. В них участвуют различные творческие коллективы, культурные деятели. Здесь много и других интересных мест и аттракционов. А в перспективе планируется установить колесо обозрения, американские горки, построить аквапарк, а также организовать целый ряд инновационных аттракционов.